всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые зрители канала компания маркетс сегодня продолжаем рубрику от роты микрофон и сегодня мы с вами поговорим про мировой финансовый кризис который у нас начался еще 24 мы видим за это время она упала более чем на 15 процентов это очень сильное падение за такой кровь имени которого в принципе не было верно из 2008 года что произошло почему-то происходит и что у нас будет дальше чего мы можем ожидать от фондового рынка что делать с валютами что делать с облигациями куда дальше будет до дальше будут уходить инвесторы что делать сырьем торговать или нефть покупать продавать вот про это все мы сегодня поговорим поэтому саживайтесь поудобнее сегодня будет максимально насыщенная интересная эфир итак первое что начнем с падения на фондовых индексов во-первых запомните ну главную вещь иди никуда не уходит может быть такого что деньги пропали если не ушли с фондового рынка значит они ушли куда-то в другой этим другим другим другом как раз и выступает низкая рисковый рынок облегать поэтому если мы посмотрим за период что происходило начало этой недели то есть понедельника давайте даже лучше посмотрим фондовые индексы сегодняшний день как он уже упал мы видим что с понедельника наши грохнулись на 14 6 процентов это просто очень многое потому что 5 дней подряд она падает скоростью 2 процента 3 процента вчера вообще 4 процента даже посыпался сейчас расскажу почему вот это раз то есть фактически да деньги отсюда уж но куда они зашли то есть ничто же не могут куда-то пропасть если мы посмотрим на после облигации десятилетний москва например видим как именно в этом и кроется самая главная суть в инвестирование диверсификация мы всегда должны диверсифицировать его между акциями и облигациями и в случае если это кризисные моменты или неопределенность будущем в случае лучше добавить больше никого облигации и оставить меньше вот это как раз яркий пример того что произошло сейчас на фондовых рынках если сравним вот запи 500 и облигации видим как и запи без выпадает облигации не смотрите на то что визуально окажется что пришло такое резкое падение облигать меньше вот если все грамотно посчитать данные падения плюс-минус нивелировались и поработать есть и все хорошо вот адрес на из-за чего все это пришло началось еще с самого начала года когда война между продолжилась раками сша в это раз кроме началась дальнейшем идея коронавируса в китае и и данной эпидемии как раз и дала толчок к тому что они начали бояться что они начнут зарабатывать меньше а почему зарабатывать меньше потому что вот карантин все остановилось все люди сидят дома ну это в кавычках дома то есть практически никто никуда не ездит завода стоят поставки запчастей тоже могут сбоить и в результате мы приходим к следующему ну что во первых просто нефть результат цена на нефть мы увидим посмотреть цена на нефть у нас держать и еще продолжить свое снижение не исключено что можем упасть к уровню 2016 года и на нефть падают и будут продолжать под 1 кроме ос на продукты тоже у нас на продукты плюс-минус он не так сильно но на разного рода услуги частности авиаперевозки родные рода отдыхе там подобные 2 мы за отменяются при соответственно мы видим что вот эти отрасли очень сильно страна учитывая что авиаперевозки продуктов видим еще дальнейшее снижение цены заправки стоят машины не ездят это все очень сильно влияет на нефть а учитывая что на нефть и завязано множество компаний в частности которые входят тоже индекс 500 то мы видим что к примеру хочу тоже exxon mobil одна из самых крупных мы видим с начала года компания падает ни много ни мало за месяц это очень решенное падение на последние несколько дней но продолжается и будет еще скорее всего продолжаться еще вниз это хорошо что на данный момент в основном индекса входит больше технологические компании чем нефтяные но все равно видим очень существенные сильные по ним далее следующее что еще то у нас произойдет и распространяется по всему миру в случае мы можем видеть сбой поставки между разного рода любящих гера разного рода товаров и падение внешней и так при падении вовле в результате падает спрос на любой товар даже распространяется резервы и что она просто начнет зарабатывать меньше в результате можем видеть учение во первых заработка вы компания а если у нас идет учение заработка компания в каком случае идет потому что в эту тетраду которые произведена на территории той или иной страны и в результате мы увидим то что уже компании прямо заявляют что в частности майкрософт буквально вчера заняла то что ожидается что первом квартале точно они не заработают столько прибыли как они планировали я думаю что в ближайшее время еще подтянутся другие компании и это все еще строится одну дополнительную полу паники на и еще возможные пришлось снижать результате приждать чего нам что нам делать сейчас если мы посмотрим на фондовый индекс ну тут же сапи 500 упал на почти на 15 процентов облигатель на данный момент мы видим уже в космосе на самом самом верху рынке на данный момент уже заложили даже если мы посмотрим десятилетние облигации 1 20 процент доходность при том что еще буквально недавно было 1 и вот или 8 еще буквально вот начало январь 2020 года 1 92 1 8 до 1 и 2 упал это о чем говорит это говорит что рынке ожидаю что фрс будет снижать тут возникает следующая проблема проблема в том что данная эпидемия она больше влияет на реальный сектор и то что фрс будет снижать ставки даже вливать деньги в экономику отдельно сильно не примет боевой дух производителей потому что если люди боятся того что сейчас накроет эпидемия в случае никто не будет ничего делать и индекс применяет деловой активности будет просто снижаться и это все будет тащить дальнейшем еще дальнейшем еще снижение фондовых индексов и вот это реально та проблема которая данный момент возникла если раньше перестать или иначе мог повлиять с помощью своей монетарной политики на рынке то сейчас его влияние единственное на что он может повлиять более моральный боевой дух тем что он снизит процент и сделает типа дешевле деньги и люди не переживали вот это может дать небольшой поскольку следующее что еще тоже немало важно что следующие свидания фреста у нас 18 марта а рынки падают уже сейчас поэтому не исключено что фрс может экстренно снизить процентную ставку еще до своего она свидания снизит еще раз судя из текущих ожидания рэк поэтому поэтому на данный момент что у нас происходит на экран с происходит реально тут вот самый финансовый даже не финансовый просто кризис потому что это даже не финансовая с пришившей критис в экономике а если он избил по экономике то это тет по всему и по финансам и по находам и по эмоциям и вообще желанию жить всех людей поэтому не удивляйтесь если мы скоро увидим рост на цена и разных рода больниц и и тому подобное сектора вот потому что действительно это сейчас топ то что будет расти в ближайшее время поэтому кто хочет инвестировать именно индексом больше и местного инвестирования потому что в таком случае вы не попадете на то что компания обоградится и вы ничего не пусть потому что это ближайшее время это тоже может произойти когда вы покупаете индекс каком случае у вас будет в любом случае хороший рост ваши сбережения только топовые компании которые в принципе даже если банкротятся то они резко уходят индекс ваш капитал это не повлияет вот перед следующий что же касается валют что до инвесторы чего-то боятся не будут заходить самые низко рисковые явно видим как растут облигатель но то же время мы прекрасно понимаем что когда облигатель цена на облигатель уже на максимум доходности они низкие то есть тоже осознанно смотрят на экономику на то же время они смотрят реальное положение вещей где можно больше заработать вот поэтому на данный момент из наиболее интересного это то что первое так уже упали доходности по облигациям мы можем сделать возврат так называемого или трейд и не были взяты дешевые деньги в европе и в японии вот нулевые процентные ставки и проинвестированы в тоже фон фондовый туда на случай это больше то на комбинации и сша потому что доходности были мы еще велики начало года 1 и 9 процента на данный момент уже доходность 2 процента то есть падение доходности приводит к росту цен если мы посмотрим на примерно те же двадцатилетний облигатель с начала 2020 года видим плюс 11 процентов задумайтесь уберете кредит под 0 процентов вкладываете в гос облигации сша исходит паника на рынке и начинаю заходить в низко из коллектива выкладываются в эти просто срочно да ты срочно играть и золото про золото сейчас расскажу и в результате цена на них растут взяли бесплатные деньги жили их в другие активы и за два месяца получили плюс 11 процентов что логично вы будете делать раз вы будете фиксировать прибыль в этом случае деньги с штатов будете выводить в те страну куда куда вы не брать а это первую очередь европа то что мы собственно видим последнее время и я думаю что на движение еще будет продолжаться понятно дело будут какие-то откаты вполне веревно еще по евро например мы упадем их 109 29 и дальнейшее продолжение роста к минимуму уровню 11 11 и 12 до 1 потом видим как возвращаются деньги в швейцарию свейцарий углево швейцарский франк укрепляется потому что это обратная котировка должен емко деньги возвращаются в японии то есть фактически керри трейд возврат керри трейдом видим ям явно и четко что далее произойдет сейчас будет по всем этим парам это флэт и а дальше уже будем в частности если мы говорим про японскую еду то в таком случае мы видим здесь снижение и на уровне 180 если его принимают и стешатся чтобы даже упадем к 105 ну честно время это малый так дальше все про постоянные уровни сейчас возьму будем смотреть уже терминалы может даже будет а следующий в то же время так как мы понимаем что сейчас падает спрос на сырье цена на сырье тоже падает и мы уже видели как упал нефть еще раз мы покажу нефть у нас в минусе и продолжает свое снижение далее натуральный газ уже снижать она натуральный газ тоже падает дальше пример даже пшеница участок пшениц тоже мы видим падает среднее время дальше смотрим что у нас там еще есть интересного железная тоже руда посмотрим то же самое последнее время снижается частности китайской он то есть цена на сырьевые товары падает более того всеми любимой паладе при тоже последнее время очень даже неплохо рост но сейчас вы тоже начинает корректироваться начинает понемногу снижаться платина та же самая картина на вырос на то же время сейчас также классно упал то же время золото прекрасно растет почему золото растет тоже послание начал останавливаться потому что золото согласно директивам базе для банков наличностью в результате если вы не горки либо и риски банки уходят в валюту и в частности не одно из таких с для поддержания ликвидности это является очень даже неплохо выросло будет ли она расти дальше в принципе ближайшее время вполне вероятно но может еще обновить вам всего много в общем еще ждали вот такая у нас данный момент ситуации что делать если вы мест если вы если вы трейдер ищите точку хода и зарабатываете в любом направлении но помните что евро евро пак японская является то есть не сейчас ближайшее время грустности все остальные валюты являются ценными и в частности австралия новая зеландия канада видим как все падает доллар рубль падает будет продолжать свое падение поэтому с вами тоже говорили уже неоднократно видим как реальность очень сильно все эти вот сейчас падают и доллар рубль и такой тенденции можно даже увидишь 940 очень даже может быть по украинской гривне на фоне вот этого всего на самом-то деле и местный плюс который не дает это снижение цен на нас и снижение цен на нефть поэтому это как бы удерживать двое страну а как место забирают свои деньги списков и вполне вероятно что украина тоже вырастет первой 25-22 следующие 26 гривен задуман в ближайшее время мы можем увидеть ну и давайте приступим к нашим баранам и перри посмотрим по графикам что у нас века за последнее время из такого интересного у меня две сделки астралия и евро франк в целом мы закрыли плюс 5153 доллара и плохо вот и ищем что у нас есть сейчас для торговли на данный момент по евро ничего фунт у нас тоже во флете находится еще интересного франк пока ничего то есть пару сделок было которые можно было попытаться зайти но учитывать долл иена пока тоже сделок особо ничего до новозеландские ничего даже уровне нет новозеландии с д на данный момент у нас свой за хороший сигнал если сейчас остановится наконец-то вирусом с академии то таком случае на можно выставить 10 ложку на уровне 0 6288 не дожидаться роста и ландского доллара принципе то что мы сейчас успешно и сделаем сложный ордер поставим бай стоп на уровне 0 626 1 чуть выше чтобы было это тоже не задевала лишний раз лодка надо пока его не рекомендую трогать я показывал стать исключать и потому что меня здесь буквально один пункт не задела take profit и вот отвернулась обратно но я вручную закладку частично там небольшой небольшая потеря вот по а у 2 это же та же самая картина я один раз или покупали здесь второй раз здесь еще на купил следа лишь друг на пойдет шаг что можно было еще на птице первая наша цель и которые мы в ближайшее время дойдем это будет где-то шесть от 8 аутка была хорошая точка года вчера на пока его не трогай больше швейцарских тоже будут прорисоваться в ближайшем время хороший точку года но пока мы их тоже не трогай а ульяна тоже пока не трогаем все идет падение нет ничего хорошего указали тоже во флете лав нет надо ждем рада ена идем тоже нет оружие сделок на данный мы посмотрим на данный то что было раньше банки я тоже ничего евро авто космосе ждем евро как после то же самое ждем пока не входов нет евро франк мы сидим сделка здесь было несколько входов я в один еще дошел удалился дальше ждем дальнейшего нашего отрика потому что она осознать этой профит можем даже а нам уровнем есть куда ему еще расти просто шикарно растет его здесь покупали здесь не успела затем тоже была хорошая точка ухода я надеюсь что вы индикатор получили уже поэтому спокойно себе торгуете заходите в нужные сделки евро я на флете евро нзд тоже пока его не трогаем фунт аут ждем фунт канада тоже пока ждем точек ухода нет фунт франк нет фунт иена нет фунт нзд вот здесь что-то рисуется какие-то интересные точки входа в частности нзд так мы ожидаем на линии 2 фунт а там и не поезд на рост фундазда может быть вниз поэтому давайте уже туда есть можно ждем дальнейшего снижения далее а zd к пока не чуку по рубль уже уже и так в космосе то есть варингах надо было покупать он золото серебро последнее время стать тоже золото растет серебро просто минус а тоже упала хотя я думаю что это выйдем в диапазоне 88 вот виток подругается и далее может быть их мы по фондовым индексом тоже данный момент после этого всего для среднего срочного инвестирования можно уже его начинать подбирать так и сейчас пойдет в целом на сегодня все надеюсь максимально подробно вам рассказал объяснил показал если если остались вопросы они у вас должны были остаться напишите их в комментариях увидимся с вами уже через две недели на всю следующую неделю я буду нью-йорк и вашингтон поэтому тоже пишите вопросы свои если вам интересно то узнать оттуда потому что грустно не влиятельными людьми в мире поэтому поэтому я думаю расскажу вам уже через две недели как все прошло и на этом у меня все обман говорите успехов больше торгуйте инвестируйте думайте и зарабатывать